Всем привет! Меня зовут Света, и я тестирую ПО. Я тестировщик. Никаких личных женских слов. Мне кажется, самый простой способ войти в IT. Я ходила в ПВТ. Рекламировать можно? Я ходила на курсы в ПВТ. Первый раз, когда я услышала слово тестировщик, я подумала, что это кто-то, кто стоит за большим пультом, наживает много кнопок. Но мне посоветовала подруга. Да, помог опыт работы в торговой розничной сети большой. У меня был огромный шепот работать с людьми, поэтому мне было просто влиться в команду. Я думаю, что тестировщиком может стать каждый. Научить можно любого. Качество. Но самое главное — это быть внимательным до каких-то мелочей. Уметь работать в коллективе, иметь хорошие коммуникационные навыки. Я думаю, этого достаточно. Обязательно. Хотите много зарабатывать? Учите английский. Мама, я программист. Конечно, всегда еще и баги нахожу. Неа. Мой рабочий день начинается с того, что мне надо выпить чашечку чая, дальше зайти в чатик, сказать всем приветики, посмотреть на аборт, раздать СУ, потом обед, потом митинги с командой, митинги с заказчиком и, наверное, все по кругу. В перерывах между всеми другими обязательными делами. Мне нравится что-то постоянно находить новое, какие-то новые требования, узнавать новые технологии. И работать с людьми, когда команда у тебя классная, тогда все хорошо. Самое ужасное в работе тестировщика — это регрессия. Нет ничего хуже, чем работа монотонная. И для меня именно в том месте, где я уже все видела от и до. Хочу всегда тестировать людей и то, что они делают. Если мама испекла пирог, я посмотрю, по рецепту ли он. Я работаю в браузере. Это вопрос к мануальному тестировщику. Любой. Учите любой, который вам легче. Нет, не приходилось. Конечно же, в своей работе я использую функциональное тестирование. И где-то бывает еще даже тестирование выходного дня. Пятничное тестирование, будничное тестирование, тестирование понедельника. Конечно же, я бы хотела быть в Boston Dynamics, тестировать роботов. Но это тоже, наверное, софт. Я всегда играла с машинками в детстве. Я их разбирала и собрать, правда, не могла. Собрать это к программистам. Включить, выключить. Кнопочка горит. Ура. Если хотите узнать, как починить чайник, сходите вот сюда по ссылочке. С программистами всегда. Других спиногрызов у меня нет. Обычно это только программисты. Прийти к нему с печеньем. Наверное, никак. Мануальщики тестируют в браузере ручками. Автоматизаторы пишут автотесты на любом языке программирования. Конечно же, нет. Куда же без меня протестировать. Когда функционал уже без багов. Это что-то работающее стабильно. Ручное. Ручному проще научиться. На мой взгляд, у тестировщика есть два карьерных пути. Либо он вырастает куда-то в менеджмент, либо уходит горизонтально в техническое, то есть автоматизация тестирования, либо программирование. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok